В Краснодарском крае в рамках государственной программы «Региональная политика развития гражданского общества» успешно реализуется краевой проект «Инициативное бюджетирование». Славянцы – одни из самых активных участников программы. Ее итоги подвели на аппаратном совещании при главе района Романе Сенеговском. Государственная программа развития инициативного бюджетирования успешно реализуется в Славянском районе уже три года. Она направлена на стимулирование инициативы жителей для участия в благоустройстве своих станиц и хуторов, создания более комфортных условий для жизни. Краевые дотации можно потратить на благоустройство парков, скверов, стадионов, установку детских игровых и спортивных комплексов, ремонт уличного освещения. До 2025 года на поддержку местных инициатив на Кубани выделят более 1 миллиарда рублей. «Особенность инициативного бюджетирования, прежде всего, состоит в том, что она направлена на вовлечение граждан в управление своими территориями. Механизм, позволяющий оперативно выявлять и решать наиболее острые, по мнению своих жителей, социальные проблемы местного уровня. Главным условием участия в конкурсе является то, что объекты определяются самими жителями, либо инициативными группами, путем проведения собрания граждан по обсуждению проектов сбора подписей в поддержку выбранного проекта». Поселение Славянского района – одни из самых активных участников краевой программы «Инициативное бюджетирование». Начиная с 2020 года славянцами было подано 25 проектов для участия в краевом конкурсе. 15 проектов стали победителями, что позволило дополнительно привлечь более 20 миллионов рублей на развитие сельских территорий. «По качественному составу реализованные проекты разделили следующим образом. Это благоустройство общественной территории, парки, скверы, аллеи – 4 проекта, благоустройство детских площадок – 4 проекта, благоустройство спортивных площадок – 3 проекта, благоустройство стадионов – 2 проекта и обустройство велосипедных дорожек – 2 проекта. 2022 год – это 5 проектов. Благоустройство барковой зоны в село Чуева – стоимость проекта 1,3 миллиона рублей. Обустройство спортивной площадки в поселке Голубайя – стоимость проекта 1,1 миллиона рублей. Благоустройство улицы Победы – это установка уличного освещения в поселке Забойском – стоимость проекта чуть более 1 миллиона рублей. Благоустройство стадионов в Утримаевском – стоимость проекта 1,8 миллиона рублей. благоустройство спортивных площадок и зоны вылечных пенажеров в Кутере-Пикубанском. Стоимость проекта – чуть более 1 миллиона рублей. Реализация программы «Инициативное бюджетирование» будет продолжена и в этом году. Заявки на участие уже подготовили 10 поселений Славинского района с 11 проектами. В 2023 году мы планируем подать следующие проекты. Это протоксовское сельское поселение с проектом благоустройства детской игровой площадки в Кутере-Личьеве-Москва. Сельское поселение «Голубая Нева» с проектом благоустройства спортивной площадки. Завпольское сельское поселение с проектом благоустройства стадиона – это освещение территории, устройство беговой дорожки. Коржевское сельское поселение с проектом благоустройства детской площадки в парке «Центральный». Маевское сельское поселение с проектом благоустройства детской игровой площадки. Прибрежное сельское поселение с проектом благоустройства детской площадки в поселке «Степном». Рисовое сельское поселение с проектом благоустройства аллеи в поселке Рисовый. Целинное сельское поселение, благоустройство общественной территории. И Петровское сельское поселение первые выходят с двумя проектами. Это благоустройство спортивной площадки внутриводного и благоустройство спортивной площадки микрорайона многокративных домов в рамках границ АКТОС номер 4. И также Черноярковское сельское поселение с проектом благоустройства территории установки детской и спортивной площадки в Ударепровинском. Глава района Роман Синеговский дал поручение держать на постоянном контроле реализацию заявленных проектов и активно их продвигать. Наши поселения, как и прежние, должны быть в числе победителей краевого конкурса, что позволит привлечь дополнительные средства на развитие территорий.